Имея только один чертеж, собрать об изображенной на нем детали как можно больше информации. Это задание технической презентации одного из интереснейших конкурсов в программе заводской олимпиады. Его выполняют самые старшие участники – ученики 9, 10 и 11 классов. Раньше мы проводили, скажем так, тестирование по техническим дисциплинам и отошли от этого по той причине, что ребята, не изучающие данные дисциплины в школе, в основном отвечали наугад. Нам было это неинтересно, мы пришли к этому конкурсу и заложили в него какую идею. То есть перед каждым человеком всегда возникают задачи какие-то новые, нам интересно, как они будут решать. Каждый из 17 старшеклассников участников олимпиады получил такой чертеж. За несколько дней нужно было, используя разные источники, составить как можно более подробные описания изображенной детали. Ее назначение, характеристики, материал, из которого она изготовлена, технология производства. Техническая презентация впервые появилась в конкурсной программе в 2016 году на юбилейной 20-й заводской олимпиаде. И каждый раз школьники удивляют экспертов, сотрудников производственного объединения «Старт» грамотными и развернутыми ответами. Было очень интересно и доходило до того, что комиссия, в общем-то, хлопала в ладоши лучшим. Было такое, то есть ребята поражали. Радуют старшеклассники и своими успехами в информатике. Задания заводской олимпиады в основном опираются на школьную программу. Однако есть и задачи повышенной сложности. Для их решения необходим творческий подход и умение мыслить нестандартно. Хочется отметить, что все-таки потихонечку, раз от раза уровень школьников растет. Обычно на потоке всегда находятся один-два таких гения, которые, ну, с одной стороны, как бы, знаете, с одной стороны и простое решение, и с другой стороны, ну, оно приводит к результату. Поэтому, конечно, каждый год меня кто-то радует. Кто наиболее успешно справился с заданиями 23-й заводской олимпиады школьников, станет известно на следующей неделе. Имена победителей объявят в понедельник, 18 марта. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный», infra di капstate «Заречный».